Вот красивая, она такая за двумя человеком, такая чудесная. Кстати, с неё, собственно, и началась наша вот дружба с Алексеем Выбниковым. Когда-то где-то в середине девяностых, вот, взбрело мне в голову двум девчушечкам, жившим по соседству. Две девчушки-близняшки такие, очаровательные козелочки были просто. И, ну чё-то мы с ними как-то так мило погружились во дворе и болтали о том, о сёме, всё такое. Они, допустим, не радовались, когда меня видели. Я подумал, надо сделать маленький музыкальный подарочек. И, ну, взял и высадил на тот самый висникональный магнитофончик, записал песенку «Звездочёта» из «Красной шапочки». Помните, такое? Вот она чудесная, такая, романтическая, интересная. У всех отношений. Записал её, подарил её кассету. Потом где-то ещё эта кассета, в общем, она как-то так поползла, поползла. И я уже забыл про неё. В один прекрасный день, дома у меня раздаётся телефонный звонок. И суровый достаточно голос такой, мужской. Вас беспокоит директор студии Алексей Рыбникова. Нам попала кассета, где вы исполняете песню «Звездочёта». Я понял, что звонок этот не сулит мне ничего хорошего. Потому что тогда как раз все начали усиленно бороться за авторские права. И всё остальное там, что, мол, я так уже начал представлять себе, как померу. С умою я пошёл за то, что сказал песню «Звездочёта» при попытке расплатиться за авторские права. Но, к счастью, всё обошлось через мгновение этот суровый мужской голос. Вы знаете, мы всю ночь слушали с маэстро Эпмикой Синдзой. Облились горючими сцами. Это так здорово! А вы ещё что-нибудь можете записать или сыграть? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. В общем, закончилось это большим концертным в двухотделениях. С такой могучей программой песен Рыбниковой. И это было, как раз, чудненько, прям, большой любовью и от души всё это мы делали. Вот так, по записи она где-то до сих пор, по-моему, заползла. Очень она такая получилась. Причу, киваю. Её, правда, ещё раз, ещё раз, ещё раз, и всё. Она, правда, потом была переиграна маститами рок-вуза-ангелой из группы Аквариум, Спилюни. Или как она называется? А, Спилюни, извините. Вот, но она что-то в этом, в этой интертрепации как-то не очень мне, честно говоря, пришлась по душе, признаюсь честно. Я не хочу сказать, что наш вариант был исключительно гениален. Но какой-то души мне был. И совершенно не попсал ему, что в чём дело. А тут, да-да-да-да. Мандизму не было там. У нас был. Поэтому давайте на другую вспомнить красивые песни. Спасибо, успею. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИ 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 ДИНАМИ